Сидеть или не сидеть в ближайшие два месяца арестованным членом экипажа Arctic Sunrise? Такой вопрос сегодня решается в Мурманском областном суде на рассмотрение апелляции троих человек. Руководителя пресс-службы Greenpeace Андрея Алахвердова, судового врача Екатерины Заспы и фотографа Дениса Синякова. Апелляции по остальным активистам Greenpeace в областной суд будут передаваться только после того, как все арестованные иностранцы ознакомятся с жалобами на их родных языках. Апелляции Андрея Алахвердова и Екатерины Заспы начали рассматривать утром в 9.30. Уже к началу процесса в коридоре скопилось множество сочувствующих активистам и представителей прессы. В зал суда арестованных не привозили, они общались с судьей сторонами защиты обвинения по скайпу прямо из следственного изолятора. По мнению адвокатов, меру пресечения обвиняемым необходимо изменить на домашний арест, однако следственные комитеты прокуратуры считают иначе. Уже в середине процесса рассмотрение жалобы Андрея Алахвердова затянулось. Обвиняемый попросил суд предоставить ему материалы уголовного дела. О том же ходатайствовали адвокаты, которые взялись за защиту руководителя пресс-службы «Гринпис» только сегодня утром и объемную папку с делом в руках поддержать не успели. Суд ходатайство удовлетворил частично. Ознакомиться с материалами уголовного дела разрешили только защитникам. Таким образом, решение по жалобе Алахвердова апелляционной инстанции принято будет ближе к вечеру. В судебном заседании в суде первой инстанции все представленные документы были оглашены, что следует из протокола судебного заседания. И замечание на этот протокол не поступило. В удовлетворении ходатайства обвиняемого Алахвердова о личном ознакомлении с материалами отказать. Субтитры создавал DimaTorzok